Сегодня я хотел, на самом деле, вернуть наш философский штурм немного на философские рельсы и рассказать некоторого рода проблему, которая возникает в этике, которую мы пытаемся исследовать. Эта проблема связана с отношением средств и целей. Дело в том, что мы работаем в рамках определения добра и зла в следующем виде, что добро — это намеренность принести пользу другому человеку, а зло — это намеренность принести зло другому человеку. И если теперь рассматривать это с точки зрения средств и целей, то может получиться так, что с точки зрения целей некого рода намерения будет добро, то есть человек стремится осуществить благую цель, но использует для этого дурные средства. То есть, допустим, какой-нибудь революционер считает, что он принесет благо человечеству, если уничтожит какое-то определенное количество ненужных людей, или какой-нибудь фашист, который считает, что определенного рода люди жить не должны для того, чтобы остальная часть расы, цивилизации облагородилась. То есть, вроде как, исходя из его теории и исходя из его концепции, у него благая цель, но как бы средства для этого используются неблагие. И эту проблему просто она ставит под вопрос определение добра и зла, которое я привел вначале. И поэтому, чтобы попытаться его сохранить, потому что оно, как оказывается, ну, просто на других семинарах это обсуждали, оно оказывается достаточно интересно работает, и надо вот как бы попытаться понять, как быть с такими случаями. Допустим, ну, взять это случай революционера, да, то есть, допустим, революционер хочет осуществить на земле там счастье, да, счастливое общество, и считает, на самом деле, что для этого, для этого возможны любые цели. То есть, для этого возможно там, если надо кого-то уничтожить, да, если надо там вступить в войну, если надо, в общем, надо совершить любое насилие. Ну, собственно, мы как бы это все наблюдали на собственном нашем государстве, да, то есть, революционеры ведь, они действительно были пламенные люди, и хотели они на самом деле, конечно же, добра. Мы вот для того, чтобы этот вопрос осмотреть, будем подробно оттесать сейчас лицемеров, да, людей, которые как бы в революции просто нашли способ для обогащения там, еще для каких-то своих лично корыстных целей. Оставим только вот таких вот настоящих революционеров, которые действительно хотели благо человечеству, которые действительно верили в то, что вот неизбежно будет коммунизм, да, и для того, чтобы его приблизить, как бы для того, чтобы его ускорить, надо было как бы какие-то эффективные, это придумать средства для его достижения. Ну, и вот то, что мы видели, вот они какие средства придумали, вот такие придумали, да. И не все эти средства, как мы понимаем, не были благими. В чем тут проблема, на самом деле? Проблема в том, что если смотреть на то, как понимается, допустим, добро, то, казалось бы, мы должны понимать, что и средства, и цель должны оставаться в добре. Если мы хотим осуществление добра, должно быть добрые средства и цели. Но тогда возникает проблема реализации такого добра. Как его реализовать? Как оставаться постоянно в лоне добра? Определить доброту цели, не очень понятно. Там ли было намерение? В смысле? Понимаешь, для его действия было намерение и польза вред. А у средства? Да, это доброта, доброта точно так же у средства. Что такое средство? Средство – это промежуточная цель. Любое средство – это промежуточная цель. Когда мы движемся к какой-то цели глобальной. А, это промежуточная цель еще есть промежуточная. Да. Есть какие-то... Нельзя средства определять как цель. Это неколепно совсем. Вот, допустим, мы можем другой пример взять. Пример пути. Это то, чтобы пройти пути, надо пройти один шаг. И потом другой шаг пройти. Третий шаг. Он начинается с одного шага. Может мы проями говорить про средства не так, доброе или злое, а как вредное или полезное. Нет, средства правильно, надо говорить надо вредное и полезное. Правильным средством надо говорить вредное и полезное. Но, если мы... когда человек, допустим, ставит какую-то благую цель, то мы эту цель-то не видим. Эта цель является некой абстракцией, которая лежит в будущем. А средства, которые он осуществляет, мы видим непосредственно здесь и сейчас. То есть фашист убивает людей, он на самом деле может осуществлять в его понимании благую цель, но он осуществляет здесь и сейчас насилие, он убивает людей. Вот как оценить это насилие? Действительно. Потому что можно сказать, что его намеренность, она находится в будущем, его намеренность блага. Надо как-то, получается, перенести эту намеренность и понять как намеренность действует в каждом конкретном шаге то есть каждый шаг как осуществляется по это согласно намерениям уже можно говорить мне кажется что здесь изначально не разведено понятие добра относительно конкретной личности не может быть абстрактного добра вот я хочу тебе добра или тебе добра тебе зла тебе да а если я хочу вообще это не добро это я всего лишь занимаюсь какими-то своими личными рефлексиями и поэтому любая цель любое средство это всегда конкретно человек если я убиваю конкретного человека конкретно делаю зло поэтому определить добро относительно абстрактного множества я считаю возможно не существует ни социального зла ни социального добра только как статистические эффекты апостериоре то есть когда апостериоре мы видим что в результате как их какого-то действия хуже стало огромным количеством людей мы можем сказать что это да это было зло или стал лучше многому большому количеству людей да это интегрально может может придать пример где много маленьких частных видов добра складывается в огромный но если каждому человеку стало лучше добро то это никак не может для каждого человека стать хуже может почему-то для него же вот если другое дело что если я сделал добро ему потом стали санрики взять все все деньги государства раздают всем нашим людям от этого наше государство бедеет и всех станет хуже потому что было опять же здесь нарушается тогда принцип единство времени и место вот сейчас и я сделал добро вот и сейчас отдал день я сделал добро я не говорю о таком добре не дроблю его на одном моменте смотрите поступок складывается из намерений и результаты результат мы понимаем как пользу или вред она не демонии она абсолютно в чем все последствия абсолютная польза нет ну да так вот такого определения такого определения абсолютно здесь сейчас вообще вот если мы совершили некий поступок есть абсолютная позиция которая не мнение вам никому не заметно тем не менее гипотетически бог на ней стоит и он видит все последствия я сделал добрый поступок подарил человеку путевку неизвестно доброго мы сделали вот сейчас это стоит вопрос в этом вообще не стоит говорить об добре и зле если это не оценивается сейчас нет это ли сжоком но добро и зло подожди не во времени здесь ни при чем ну потому что поступок он целокупный он есть это некоторого рода определенного рода события да если вашему выражению если хотите во времена когда я пришел человеку плюнул ему в лицо и и это может оказаться это может оказаться добром понимаете но сейчас данный конкретный момент это слой или нет нет намерение злой подожди еще раз давайте давайте вернемся сформулируем вот эти определения более точно чтобы было понятно сразу заранее вот чтобы зло было злом достаточно чтобы было намерение совершить субъективный вред давайте определим как и субъективный и объективный вам это будет приятно объясню что это значит это значит что если я считаю что что-то будет вредом а может реально это не будет ну допустим я плюю вам в лицо да а в итоге это каким-то образом приносит вам пользу сразу или потом не важно вот но я-то считал что я принесу вам вред это мы назовем субъективный вред да то есть вред мне нехорошие слова нужно есть есть злые намерения и злые посредствия намерение и добрые посредства Александр знаете что это есть намерение либо есть либо нет вы у вас на самом деле сейчас пытаетесь дискуссию скатиться к определению добра и зла это отдельно нужно обсуждать просто как бы вот то что вы говорите это просто неправильно использовано в самом определении подожди послушайте вот например человек нашел деньги это добро или зло Это не поступок? Это не поступок? Нет, это польза, правильно? Лёг получил пользу, но намерения не было никакого. Это случайное событие, оно не обценивается нравственно. Правильно? Точно так же, как... А человеку... Ну подождите, Александр. Теперь точно так же человек потерял что-нибудь, или дождь на него, или случайно что-то там случилось с ним. Это тоже не зло, правильно? Поэтому везде, где мы говорим добро и зло, должно присутствовать некого рода намерения. Я об этом и говорю. Я, правда, хотел заострить внимание на том, что есть асимметрия между добром и злом, что, в общем, достаточно естественно, с философской точки зрения житейства. Чтобы совершить зло, достаточно, как бы, хотеть совершить зло, достаточно желать принести вред так, как ты его понимаешь. Даже если ты потом, как бы, пытаясь, как бы, сделать плохое, как, там, Мефистофия, там, или то, да, все время, та сила, которая все время творит, пытаясь совершить добро, творит, там, что-то благое, да? Да. Даже в этом случае это и есть зло, потому что, как бы, она хотела это зло. Вот. С добром прямо противоположная ситуация. Недостаточно просто хотеть совершить добро, да? Вот. И, чтобы твое намерение, было, как бы, совершить, принести пользу. И польза была в твоем понимании. Ну, это не объективно, что субъект, к которому ты относишь, тоже ощутил пользу. Это объективно, да. Это не объективно. Я не согласен с тем, что субъект, к которому ты относишься, потому что, как правило, очень хорошо. А команда дали дозу, для него это, как бы, он вас поблагодарит и, как бы, еще скажет. Да, да, да. Субъективно, субъективно. Дело даже не в этом проблеме. Не в этом проблеме. Не в всякий ваш поступок адресован, а на правду вообще не это говорит. Только на одного субъекта. Он может на сто субъектов направлено одновременно. С точки зрения этого это плюс, с точки зрения этого минус. Вот, но, вот, речь идет о том, что, чтобы это было добром, вот, с какой-то вот абсолютной позиции должна быть польза. И вот здесь, собственно, проблема заключается. Потому что не очень понятно, действительно, не очень понятно, возможно ли вообще, так сказать, пользу для одного и вред для другого, вот такие субъективные, в их понимании, да, сложить. Вот если, допустим, один погибает в результате этого действия, зато тысяча людей начинает жить счастливо, да. Я считаю, что нельзя. Польза, да, это вот как бы абсолютная польза или нет. Я считаю, что добро и зло касается конкретного субъекта, конкретного человека. И никогда не абстрактно. Всегда конкретно. Нет, вообще говоря, слово абстрактно. Ну, это как бы, это просто конец. Еще раз, давайте так. Вот есть одно, нет, есть одно актовое, действительно, событие, когда один человек о другом человеку делает. И, как бы, вот, вы говорите, что вот есть два субъекта, и они между собой обмениваются, там, как бы, вот эти взаимодействия можно оценить, как добро и зло. Да. Но, как бы, это, как показывает обсуждение этики, на самом деле, невозможно субъекты изолировать из общества. Это... А у мира нет пользы. И мир не ощущается. Польза нет. Польза всегда конкретно человеку. Ну, нет, нет. Мир тоже может прирастать. Вы же, допустим, сделали... Вы построили... Не обязательно... Да, польза-то прирастает человеку, просто не... Допустим, сарай делает, сарай. И вы хотите сделать... Конкретно мы могим конкретно. Понимаете? Мы могим. Мы всегда конкретно. Вот есть... Бывают не конкретные люди, я вот не понимаю. В социальном обществе будут конкретные люди, конкретных взаимодействий. Возвращаемся к началу. Так, когда я ставлю перед собой цель сделать добро десяти людям... Не десяти людям. Нет, я поставлю. Я поставлю. Я поставлю. Десяти людям. Это я. Можно оценивать с точки зрения моих намерений сделать добро, и результаты. Эти десяти людей получили добро или или не получили. Здесь пять получили или не получили. Это про дано. Почему ты снисируешь человечеству? Так в том-то и дело, что Вы так обсуждаете... Я так не обсуждать. Я привожу просто пример революционера, он не думает же о конкретных людях, он не думает о конкретных людях, он думает о общее и вы на самом деле даже когда думаете о конкретном человеке, вы все равно строите какую-то перспективу того, что вы хотите для него сделать я не вижу различий между концепцией, которая касается большего количества людей, которая касается одного конкретного количества людей с революционером здесь действительно не ясно он не имеет конкретного он не имеет конкретного Сидорова, Петрова и Иванова Это просто частный пример. Представим, если того, кто конкретно хочет сделать одному добро, но попутно делает это путем того, что делает зло другому. Вот так вот. Давайте этот пример. Допустим, кто-то там приговаривает кого-то, не знаю, к смертной казни, чтобы там потом остальные люди... Если персонально говорить, значит так, что я, скажем, родитель считает, что будет нечто добро для своего ребенка и делает ему зло. Он не делает ему зло, потому что намерений-то зла нет у него. Он делает ему вред. Он делает ему вред, значит, зло ему не делает. Лучший пример, на самом деле, это врач. Врач хочет излечить больного и наносит ему какой-то вред частный. У него тоже намерений нет сделать зло. Правильно. Вопрос состоит в том, что проблема есть, просто ее надо увидеть. Если болтать постоянно и перебивать, то проблемы, конечно, нет. Есть проблемы, потому что врач, который, пытаясь вылечить... Революционер. Фашист, который, пытаясь очистить человечество, уничтожил в каком-то лагерях, они как-то различаются этически. Мы чувствуем, что разница есть. Разница есть. Хотя и тот и другой вроде как бы не имели намерения зла. Понимаете? Еще раз говорю. Метафора врача используется также, например, в христианстве. Я пришел, что излечение есть некоторого рода, что я пришел помочь нездоровым, а больным, спасти нездоровых, а больным. То есть, на самом деле, метафора излечения – это та самая метафора как раз излечения средств и целей. То есть, врач, на самом деле, это просто в данном случае, когда врачу не возникает сомнение, что тут вроде как бы все нормально, что врач использует, может быть, где-то вредоносные средства, лекарства какие-то, порезы и прочее, чтобы принести конечную цель. Соконечную цель – принести добро. Точно так же, по этой же метафоре может действовать другой человек, который тоже будет стремиться принести в его понимании добро, но на самом деле вредоносными средствами. Да, Влад, это действует только тогда, если мы принимаем… У нас основные разговоры такие, что я считаю, что добро только персонально, и когда я персонально кому-то чего-то хочу, как врач, он четко понимает, что я могу оценить свое… Сейчас врач встречается. Здесь четко, я сейчас делаю плохо, но я потом оценю, что будет хорошо. Но революционер никогда не может оценить, он просто делает абстрактное. Он так не делает абстрактное. В вашем понимании… Нет, конкретно он зло делает, конкретным людям. С намерением, он знает, что он делает зло. Проблема просто какая-то… Что я сейчас убью, вот я кину бомбу… Бью императора. Бью императора, я сделаю зло. Это с намерением сделано зло. Советский Союз поднимается с колен и чувствует, что все было правильно. Понимаете, на самом деле, как бы можно заболтать проблему, вы пытаетесь ее заболтать. Нет. Но такая проблема, позвольте, встретись слегка… Эту проблему, она только для болтовника назначена. Ну и пожалуйста. Потому что вы говорите совершенно о другом. Вы не говорите о добре и о благе. Вот, допустим, врач. Что делает врач? Какое добро он приносит? Понялась конкретная цель. По закону врач. Вот механик, он чинит… Ну садись, например, назывался врачом, подошел к вам и буду вас резать. Он лечит. Ну а что? Врач это что такое? Это вывеска, понимаете, врач? Да. Вот он лечит. Врач это вывеска? Он мне добро приносит. Он лечит. Конкретная цель у него есть. Он лечит. Таксист тебя… А цыганка лечит? Цыганка лечит? А врач тоже лечит? А может он тоже деньги заработает? Нет, там действительно не есть этические… Кстати, у врача нет этического абонента. По крайней мере, в конкретной профессии. А в том, что он как бы выполняет свою… Вы на самом деле, я вообще не об этом даже говорю. Вы сами какие-то новые проблемы, которым я вообще ничего не делаю. Так вы не дослушали, что я хотел сказать. Нет, по-моему… Вот как раз я и хочу сказать, что у тебя проблемы-то нет проблематики. Или совершенно другая проблематика. Так позвольте продолжить. Вот всем хорошо известно. Более того, я убежден, что все, собственно, убедились сами. В верности вот такого жизненного правила. Не делай никогда другому хорошее, если он тебя не попросит. Мы согласны, что это правило работает по жизни? Особенно по наркоманам. А теперь давайте… Пусть умрет, пусть сдохнет. В том числе и по наркоманам. И особенно самоубийцы тоже. В том числе и по наркоманам. В том числе и по наркоманам. Не новых самоубийц. Пусть сдохнет. Не должны они жить. Это очень сложно. У меня, так сказать, лучший друг моего сына с детства. Ну и какие-нибудь аутисты, которые попросить не могут. Тоже пусть сдохнут. Пусть сдохнут. Понимаешь, вот эти старики и прочие. Ну, по-вашему. Просто вся человечество пусть сдохнет. Понимаете? Вот и все. Вот вся этика решена. Так очень просто. Давайте сейчас человечеству дадим сдохнуть. Если проблем не будет. Давай дослушай до конца. Хорошо, вот признаем, что эта формула верна. И что это означает? Что о добре и о благе можно говорить только от себе. Можно решать, что тебе хорошо только самому. Или некому сообществу. Вот относительно себе, да? Вот сообщество собирается и говорит, вот ребята, вот. Мы хотим блага. Всех хотим блага, да? Хотим общего блага в данном случае. Договариваешься какое? Ничего не договариваемся. Мы хотим блага для себя. Как некого сообщества. То есть эгоизм. Или я хочу блага для себя, как личности. Это одно и то же, на самом деле. Нет. Это эгоизм. Благо для сообщества и благо для личности, на самом деле, это одно и то же. Это групповой эгоизм называется. Понимаете? Групповой эгоизм. Не надо сводить благо к групповому эгоизму или эгоизму отдельных человек. Ну так. Потому что это. Ну вот так вот. Никакого эгоизма. Никакого эгоизма. Мы рассуждаем о благе. Желать для себя блага любой человек, который работает, который живет только для себя, желает для себя блага. Но мы почему-то делаем разные вещи. Александр хочет сказать, что благо оценивается только для себя. Нельзя оценить благо для другого человека. Можно. Вот что для меня благо, то есть благо. Вот он-то и состоит. Проблема, что можно. Вы только что начали с того, что конфлик... Мы же поступаем в отношении других людей. Как-то? И не просто он нам говорит, вот благо для меня будет то-то, поступи так-то со мной. Но так очень редко происходит. Все-таки мы сами решаем. Сами решаем. Да. Я и говорю. Благо сообщества. Какой путь мы выбираем совместно для движения к благу? Понимаешь? Вот если мы договариваем, что мы вместе движемся к благу, что одному к благу может быть тяжело управляться. Сложная тропинка. Каждый из нас может ошибиться на этом пути. Понимаете? Поэтому мы вот собираемся и договариваемся. Вместе к благу пойдем вместе. Александр, а вы не задумывались, что двигаясь к благу, как вы причиняете бред другим вокруг вас находящихся людям? Знаете, как идешь в толпе, локтями, так сказать, расталкиваешь других. Вам так никогда не казалось? Ну вы же. Что даже не важно, один вы идете или группа идете. Всегда получается, что одни живут за счет других. Так уж устроено. Потому что общество, оно не получается так, на самом деле, что можно изолироваться. Типа я такой хороший, не трогайте меня и я вас не буду трогать. Так не получится. Потому что человеческая цивилизация, если я рассматриваю ее в целом, всегда будет делиться на некие вот цивилизации конкретно. И каждая цивилизация, и каждое сообщество, оно будет решать, что для нее есть благо. Ну естественно. Конечно. Ну собрались фашисты и решили, что давайте вместе слушайте, вот у нас мы раса типа, да, мы там типа высокородные, благородные, а давайте уничтожать вот всех остальных, так потихонечку месить. И это благо, они будут двигаться к благу. О чем я и говорил, собственно, вот это и есть проблема. Что фашисты, поставившие цель, допустим, двигаться к благу. По походу пьесы будут заниматься многим вредом, да, и как это ты это оцениваешь? Это зло или не зло? По вашему. По вашему, получается, это не зло. Они благородную цель поставили, к благу, к свету, туда, куда, к вершинам. Ну давайте, ну умрет там миллион человек. Это все равно. По-моему, по-моему. Это и свои позиции. То есть вообще нельзя так абстрактно обсуждать. Каждый шаг их будет оценить. Убили человека? Зло. Не убили, не зло. Да нет. Просто Булан говорит о том, что невозможно рассуждать об этике, не трансцендируя эти понятия добро и зло, там благо. Они сами стремятся туда, как бы, не знаю, в эмпирии абсолютно. Сами, понимаете? Даже вот для себя, если ты строишь этику какую-то такую субъективную, вот что для меня будет хорошо, все равно это будет иметь смысл всеобщий. Поэтому это нельзя так сказать. Нет, философство не так. И не только в философстве, не в жизни мы исходим из того, что вот каждый раз. Не из того, что вот это для кого-то будет благо, для меня или для него. А мы всякий раз думаем, может быть мы ошибаемся, да? Ну странно, почему мы все время так ошибаемся? Почему мы склонны к этому? Мы все время думаем о том, что это благо в абсолютном смысле. Точно так же, как, допустим, это другая тема, верующие, 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 верующие… Вот произнеси на конец коверные слова. Что такое благо? Благо – это просто нравственный абсолют. Понимаете? Из этого абсолюта можно спускаться вниз… Александр, благо стремятся все, согласно любой антишной классике. И фашисты, и революционеры все стремятся к благо. Правильно. Ну, только… Это… Вопрос становится какими… Какими средствами? Уйти в монастырь. Другой может считать, что благо, его будет благо, да? Это вот замутить бучу. Понимаешь? И будет благо ему и кому-то еще другим. Но с моей точки зрения, вот я стою в стороне и смотрю, да? Вот этот пошел в монастырь, и мне пофиг. А этот начинает действовать. Я не рассуждаю вот этих вот этих добра и зла здесь. По отношению к нему. Просто его цели, его поведение, оно противоречит моему пониманию блага. Я про себя говорю. Ребята, если вы будете мутить бучу, я, так сказать, на усарку не зовусь другими, которые считают, что вы нарушаете наш благостный путь. Понимаете? Я со своей точки зрения рассуждаю. Естественно, конечно, каждый за себя в этом смысле. Не только так может быть. Вот смотрите, вот представим себе какой-нибудь там, не знаю, фашист там или кто угодно, да? Который вот стремится к этому вот чему-то там. Вот. Но при этом совершает один поступок за другим. Он сам может опомниться. Сама жизнь как бы, да? Само вот это течение поступков может показать ему, вот, что его этическая система не имеет. Это значит, что эта система не замкнута. Вот это вот значит, что жизнь может разомкнуть вот это логическое построение. Совершенно с тобой согласен. Вот. Но это не значит, что я не могу его убить. Нет. Это может убить. Это значит, что уже как бы невозможно запомниться. Вот этого момента, как он осознает. Это понятно. Но когда я его смогу убить. Когда возникнет эта самая экзистациональная вражда. Несовместимость. Я понимаю, что или он, или я. Или я двигаюсь в благо. Или он. И вот тут приходится выбирать. Он или я. Это простой вопрос. Ну, я как бы немножко про другое. Про то, что невозможно замкнуться вот в этом каком-то благе, как ты его понимаешь. Вот. И в этом жить. Все равно жизнь, вот, она как бы покажет тебе, где ты ошибаешься. И практически всем показывает. Ну, всем по-разному. Ну, всем по-разному. Ну, поэтому и бессмысленно говорить о каком-то едином, абсолютном. Нет, нет. Ну, вот здесь я не совсем согласен. Ну, может быть, не все. Ну, если слегка переиначит, что, можно сказать так, переиначит твои слова. Что здесь жизнь покажет? Реальность. Вот. То есть, твои ценности, твои представления, они сталкиваются с реальностью, да? Можно прийти к внутреннему противоречию. Когда ты сталкиваешься с реальностью лоб в лоб, как говорится, да? Вот тут-то и наступает момент истины. Так вот, я категорически предупреждаю, что это неправильное представление. На самом деле… Надя, я хотел избежать от этого интеллигентского разговора. Я хотел избежать от этого интеллигентского Там нет интеллигенции. Я говорю, у меня есть проблема конкретной, философской проблемы. Без всякой болтовни. Это же на самом деле болтовня. Какого-то там главного представления о благе, у другого другое. Чем мы занимаемся? А я не этим занимался совсем. Понимаете? Наоборот. Я поставил проблему… Мы углубляем рассмотрение вопроса? Нет, не углубляйте. Потому что есть феноменологическая проблема. Безотносительно всех этих каких-то дополнений. Есть там абсолютно или нет. Во-первых, тебе сказали, что нельзя говорить о добре и зле. Почему нельзя-то говорить? Я вот этого не понимаю. Почему нельзя говорить? Да можно говорить только по отношению к себе и к своему сообществу. Почему? Я не понимаю этого. Говорить можно… Если ты действуешь намеренно, из того, что ты действуешь намеренно, у тебя возникают такие определения, как добро и зло. И все. Ты действуешь намеренно в отношении… Хорошо, я поддерживаю этот термин. Давайте подождите. Давайте я все-таки скажу. Я как бы… Суть вопроса состоит. Если вам не нравятся революционеры и фашисты, хотя это просто был пример наиболее очевидный. Можно просто взять человека, который стремится к какому-то, поставил какую-то цель к себе, благую. И к ней искренне стремиться ее достигнуть. Но чтобы быть эффективным, он встречается с какими-то препятствиями естественным образом. Это просто так жизнь устроена. Им эти препятствия надо преодолевать. Иногда преодоление препятствий – это есть определенного рода насилие. И это насилие часто приносит вред другим людям, с которыми он имеет дело. Вот он движется в нужном направлении. И по ходу пьесы, как бы, по ходу движения, он приносит определенного рода вред. Исходный вопрос. Он поставил благую цель для кого? Для себя? Нет, добро всегда можно сделать только по отношению к другому человеку. А Хашил поставил какую-то цель, делал добро кому-то? Потому что по отношению к себе добро… То это был момент упущен. Это не было упущено. Это просто в других семинарах обсуждал. Извините. Тебе нельзя принести ни добро, ни зло. Тебе можно принести только пользу ее. А Хашил поставил цель добиться добра для какого-то человека. Например? Да. И по ходу у него возникают такие цели, что он должен совершить, сделать кому-то зло. Да, возможно, не зло, вред принести. Ну это везло. Нет. Если нет намерения… Намерения. Откуда? Ну как же намерения? Вот у меня стоит выбор. Вот я сейчас хочу… Подождите, подождите. Вот пример. Вот вам надо допустим помочь человеку там отремонтировать его квартиру. По мере ремонта этого квартиры вы захламляете участок другого человека и приносите ему время. Это намерение. Нет? Да нет. Это не намерение? Подождите. С точки зрения этики ваше намерение отремонтирует человеку квартиру и приносит ему пользу. С точки зрения этики… А это средство достигнуть. Так вот средство. Любое средство – это действие. А любое действие, если оно осознанно, оно намеренно. Но если я несу мусор на соседний участок, это я намеренно делаю. Это же не случайно так получилось. Я же знаю, что я делаю, несу мусор на соседний участок. Значит, я делаю зло. Я намеренно делаю это зло. Почему? Почему не намеренно? Что же я в откручке дохожусь? Что же я не осознаю, что я делаю? Что же я не отвечаю за свои поступки? То есть, иначе ипотетически. Давайте тогда допустим. Влад различает того от пользы и вред от чего? От зла. От зла, да. Ты объясни различия валения и осознанности. Вот это надо понять. Нет, смотрите. Одно дело как бы валить в цели, а другое… Я ничего плохого вам не желал. А вот когда я хочу вам плохого, я принесу мусор. Или я положил мусор на соседний участок. Опять болтавня. Опять болтавня. Вот я больше не знаю. Сидят философы и сплошная болтавня. Ничего не было. Давайте я нам просто… Вы же меня не слушайте. Я же хочу сказать. Вы не хотите… Давайте, если принять ваше, тогда каждый акт нужно оценить с позиции добра и зла. Конечно. Если я покрыл в носу или там что-то для себя дома сделал, это не оценивается. Но если я на соседний участок что-то принес, это акт относительно конкретного человека, владельца этого участка, и он оценивается, если я сознательно, оценивается как добро или зло. А как иначе? Любое… Кого-то. Я вот засорю участок, но спасу. Хотя вот… Это проблема, действительно. Да. Но все равно это добро и зло. Каждого оцениваешь. Ты понимаешь, что ты делаешь зло. И человек, который, возвращаясь к революционерам, бросает бум, он знает, что он делает зло. Намеренно делает зло. Он убивает человека. Вопрос просто состоит в том, что… Иногда, да, действительно, можно согласиться с тем, что иногда, наверное, нам может ясно, что ты делаешь зло. Может быть ясно. Но иногда это не ясно. Ну вот когда нас… Мы идем, например, собака нас покусала. Зашли, чайные участки, собака взяла нас и покусала. Что она нам совершила? Зло она нам причинила или вред? То есть, она нам совершила вред, но злание было. Злание было. Совершенно верно. А если человек забросил на участок, это он совершил зло? Точно так же… Ну что значит забросил? Точно так же воюет человек, он сидит за садью. Точно так же ждет кого-то там еще… Врага, коем приходит. А тут человек другой проходит. И тот ему только ногу стрельбил вдоль руку, вдоль глаз, вдоль ухо. Что он причинил этому человеку, кому-то стрельбил? Зло или вред? Вред. Зло. У него было намерение убить человека, но он удовлетворялся. Нет, не сейчас. Нет. Если оценивать, что убить человека, намеренно убить человека, это есть зло. В любом случае независимо от чего-то. Таких примеров можно кучу-кучу провести. Врач лечит больного. Что это означает? Поставил неправильный диагноз. Тот, кто сидел в засаде, он намеренно хотел убить. Врач не хотел. Ну нет. И врач точно так же. Не важно кого. Врач хотел. В каком шезло причинил или вред? Вред причинил. Чего врач хотел? Врач хотел. Ну, хотел вылечить болезнь. Поставил неправильный диагноз. Тут как бы ясно, что вред. Все-таки разные вещи. Вред. Те мнения между вредом и злом мы ее удерживаем. Да, да. То есть все-таки есть ситуация такая. То есть разница, я считаю, в осознанном или не осознанном. Если я осознаю, что делаю вред, я часто могу делать вред неосознанно. Вот случайно, что у нас происходит? У Влада есть вот такая интуиция, что относительно самого мы можем причинять либо вред, либо еще что-то пользу. Относительно чего? Относительно самого себя. Да, только. А относительно другого человека как раз, достаточно сильная интуиция. Ну да. Как раз мы можем причинять либо добро, либо зло. Да. Хотя только относительно человека. Нельзя причинять пользу абстрактно всему человечеству. Ну это вы так думаете. Причиняя не абстрактности человека, а каждому конкретному человеку. Здесь Антон правильно совершенно сказал. Это действительно его интуиция, здесь она тоже верная. Это вторая интуиция. Она прозвучала в том, что никогда добро и зло не удерживаются в ситуации в конкретике, они всегда трансцендируются. Это, кстати, интересный факт, да? Ведь и на самом деле, Сан Турман, можно согласиться. Они никогда не удерживаются в конкретике, всегда трансцендируются. Не, я понимаю. Не понял. Всегда речь идет не о том, что мы в своей маленькой группе причиняем себе пользу и собираемся причинить самому себе добро. Мы всегда были нужны пролагать это добро в качестве общего добра для всего человечества. Как чего-то абстрактного, чистого понятия. Или как бы совершая добро конкретному другому человеку, он полагает его как добро для всякого. Как вселенское, как вселенское добро. Как пример добра вообще. Да, как пример добра вообще. Это очень интересно. По всякому счету, нам очень трудно себя убедить, что, как бы, допустим, наркоману давая наркотик, мы... Ну, это крайний случай. Но я могу придумать такие примеры, когда я четко знаю, что передо мной два человека разных... Это, другими словами, то, что и я сказал. То есть рассмотрение блага как нарарственного абсолюта. Да, конечно, конечно, конечно. И вот смотрите, как здесь интересно получается. Что когда мы совершаем... Извини, на самом деле, вот благо-то, вот благо с большой буквы, это вот этот абсолют, а не вот тот маленький конкретный шаг, который мы сделали к нему. Это всего лишь тот шаг, который нас приближает. Ну, вы немножко так говорите, как будто он есть, да? А мы сейчас говорим про то, что вот в нашей частной жизни мы трансцендируем. Да, трансцендируем. Мы, как может быть, на пустое место, но переносим. И это чрезвычайно интересно, потому что когда врач лечит больного, вертомеханик, ремонтирует автомобиль, он эту штуку не трансцендирует. Просто лечит больного. А с того, эстетически получается, что он всегда трансцендирует. И мы видим не только то, что он трансцендирует, да, не только он то, что возводит это в ранг абсолюта, но и то, что вот эта самая конкретная штука, как Балат правильно сказал, является примером абсолюта. То есть для нас в этической ситуации ситуация чрезвычайно сложная. То есть один простой наш акт добра, во-первых, подразумевает внутри самого себя различие на добро и пользу. Раз. Второе. Он всегда любой акт вылечет за собой трансцендирование добра. То есть полагание некоторого абсолюта. Второе. И третье. Он является примером этого абсолюта. В отличие от врача, который просто лечит больного. Посмотрите, как красиво и как сложно. Нет, ну я просто другими словами говорю о пути. То есть мысль, я совершил шаг. И вот на данном этапе я читаю его правильно. Путь к благу, да? Который доставляется только абсолютно. Вот он, да. И всегда путь к благу. Потому что... Нет, мне хотелось бы вернуться к Балату-то. И вот это... Да, нет. Действительно теперь. Стоит теперь добавить. Если мы говорим о каждом акте, о каждом акте, вот то, что ты сейчас рассказал про трансцендирование и всю эту цепочку, то когда мы движемся, ставим перед собой какую-то цель, мы на каждом шагу его совершаем. Ну давайте я хороший пример просто вспомнил. Просто я думал, например, какой-нибудь привезти. Помните, пример Христа. Как собрались со Синедрион, да? И там это Иоанн, Иоанн, и Иоанн. То есть здесь как бы вот они решают как бы маленькое, разрешить маленькое зло ради большого блага. Понимаете, как бы вот кажется, что на самом деле вот этими маленькими актами можно как бы вот... Хорошо было бы, да, если бы все элементарными этим актами можно было бы оценить, и все было бы легко и понятно. Но есть какое-то вот все-таки вот различие между огромной дальней целью и ближними средствами. Иногда приходится... Иногда эти средства действительно являются, как вы правильно говорите, сразу ясно, что это зло. Иногда не ясно. Нет, средства всегда ясно. Ну ясно, потому что дорога была бы очень сложна. Я-то хотел проблему, если честно, проблему поставить, что добрый человек на самом деле, для того, чтобы осуществить добро, иногда вынужден как бы подать как бы вот так состояние, которое ему не свойственное. То есть может быть иногда, если говорить конкретными шагами, может и зло совершать, чтобы действительно реализовать свое добро. Я-то с ним на тревогу. Нет, ну как бы они тоже ведь заботились о благе там как бы своих людей, да, близких, в том числе, там, своего народа, там. Не абстрактном смысле человечества, а конкретных людей, которых окружает, там, народ, которого они опекают, который к ним приходит и так далее, там. Ну это чудесный фильм был, ой, забыл название. Но пока ты вспоминаешь, я хочу заметить, что есть такое мнение, авторитетное, довольное, идущие, по-моему, от Агустина, что зло – это просто недостаток добра, да? Вот, да. Нет, мы в других определениях работаем. Кажется, вы говорите о сущем добре. Это просто то же самое, что асимметрия, про которую я упоминал, что зло и добро – это не асимметрично. Это сразу же мы как-то скатываемся там. У нас хороший пример. Потому что если мы говорим о трансцендировании, об абсолютности блага, да, то мы должны будем говорить об абсолютности зла. Нет, еще раз, нет, нет, они асимметричны. Ну вот они так не получатся, потому что они асимметричны. Уже в определении Булатовском они асимметричны, потому что недостаточно просто наметить не иметь добро, чтобы сделать добро. А со злом так достаточно. Вот. И во многих других вещах. Вот. Это как бытие и небытие. Но так уж они как бы всегда будут неравноправны. Всегда, конечно, там зло – это будет недостаток добра. Ну, но… Хорошо, пример хороший. Значит, сюжет такой, случайно во время оккупации немецкой… Оли, это слово. Да. Ничего страшного. Значит, захватывают старика случайно, просто не понравился немецкой комендатуре. Затаскивают его в гестапо где-то, там называют с ним. Ну, нет, не сильно, то есть все. Выводят пленного, дают пистолет, и вот стреляй – отпустим. Убьешь – его – отпустим. И вот он там мучается, мучается, бедно, шалкий такой, старикашка. Все. В конечном итоге стреляет, убивает его, отпускает. Он идет к себе домой, спускается в подвал, у него там дети на руле лежат, которых он спас. Скорее всего, еврейские. Ну, вот эта ситуация. То есть он совершил зло, он убил человека. Но, понимаете, если он этого не сделает, то его убьют, и эти дети останутся… А вот теперь этот пример, почему я привел, теперь этот пример расширим как бы чуть-чуть, да, что предположим, человек искренне верит, на самом деле, что и невозможно сделать какой-то там, ну, какой-нибудь оборот, он себе обрисовал, не убив там какое-то количество, определенного количества людей. Конкретных, совершенно конкретных, понимаете. А маньяк он там, или кто-то, это не важно. Давайте, в крайнем случае, уберем маньяков, просто искренний человек, он думает, что вот надо там убить вот их, и будет все хорошо. Потому что там… И из политических соображений, какие-то еще… Если все хорошо, из политических, это не имеет отношения к добру. Нет, я имею в виду, что, еще раз говорю, что он-то совершает зло, вот что проблема-то. Мы со стороны смотрим и видим, человек идет по головам, он совершает зло для нас, со стороны. А для него, получается, в его определении, намерение для него… Что значит «для него»? Что значит, что добро всякое… Цельно-правдовый средств. …правдовый средств. Вот тут мы как бы как-то должны вспомнить. Вот это и есть категорический императив. То вот поступая каким-то образом, я должен поступать так, чтобы я смог, как бы, вот этот поступок трансцендивировать, чтобы он смог быть примером, вот, для этого абсолютного блага. Чтобы этот поступок могли совершать все, в отношении всех, и все было бы хорошо. То есть возможность трансцендивирования, это и есть категорический императив. Слушай, согласен, опять же, но только необходимое уточнение. Это вот не абстрактное некоторое извлечение, а то же самое, но в конкретное время и в конкретном месте, вот сейчас, когда я вынужден, там, ну, классический пример, разведбаг, да, в тулу врага, убивает пленных. Ну, вот берут ребята грек наружу. Но это не значит, что они отвернулись от пути блага, да, они берут. Это не значит, что некий образец, они... Мне так как раз кажется, что во всех этих ситуациях, вы так говорите, как будто бы есть ответ. Я не говорю, я наоборот подчеркиваю, что нет ответа, что каждый должен решать. Вот в этой ситуации, классический пример я привел с разведбагом, да, что они, казалось бы, категорический императив, ну, как его речь, но никто не хочет, чтобы его убивали. Но в данном случае, вот, если другой человек встанет на... А зачем они убивают пленных на месте? А? Зачем они убивают? На вообще любую войну искрести, на войне убивают людей. Ну, убивают... А войне убивают... Убивают пленных, чтобы их не поймали. А их не должны поймать, потому что, если их поймают, они не принесут. Давайте данные, значит, наши проиграют и прочее, прочее. Свои, простая ситуация. Не пленных, а взятых в плен. Да, не пленных, а взятых в плен. Случайных похудчиков, в том числе. Вот попали случайно в лесу, в ледники, разведбаги, все их убивают. На самом деле, по поводу категорического императива, он очень сильно сужает поле этики, он, как бы, этики шире, чем категорический императив, он просто срезает какую-то некую область. Возвращение, вот, не противоречивание, в конкретном... Он не работает, просто, на самом деле. Не важно, что он работает. Это механизм такой. Важно механизм трансцендирования. Не важно, как он... Вы, как каждый, у нас такой беседный интерес получается, скажи свою тему, ты про механизм, вы про механизм трансцендирования, Александр, про элементарные акты добра и зла, как бы, а я вообще говорю, проблему с того, что цели и средства могут разорваться существенно. Ну, и главное, что интересно, хорошо, Богусин, там, святой скажет, я не буду использовать злые средства, да, и останется в добре. Ну, он ничего тогда не сделает. Он только останется в пещере, и замкнутся, и все. Потому что, если ты хочешь быть деятельным, то тебе придется столкнуться с проблемами, сопротивлением, и тебе неизбежно придется совершать действия, которые оказываются вредоносными, по крайней мере. Может быть, не злыми, да? Может быть, иногда и злыми даже, очевидно злыми, а может быть, не очевидно, просто вредоносными, и непонятно как. Как к ним относиться? В этом проблема-то есть. Я хочу заметить, что по отношению к пленам, разведвзлот, он не совершает зла как такового, что интересно. Он совершает вред чистой воды. Ну, как он убивает человека? Вот в одноактовых актах совершается зло. Именно так. Не, подождите, вот интересно, в актах, конкретных актах убийства, совершается зло. Почему? Иногда в актах убийства совершается вред. Не, ну, Игорь, ты сейчас станешь рассуждать так, что вот если маньяк, не знаю, убивает каких-нибудь девочек, да, и не относится к ним как к субъектам, да, а просто как к какому-то, так сказать, к вещам, то он не совершает зла. Ты до этого договоришься. Договорюсь. Да, просто хотелось бы не впадать в крайности, да, остаться в некоторого рода такой ситуации, где же есть проблемы. Здесь есть другая сторона, восточная. Пожалуйста, не деяние есть благо и добро, а любое деяние, любое действие, оно всегда чревато беременно злом. Правильно, почему? Потому что если мы хотим реализовать что-то, то мы неизбежно так устроим мир. Встречаем сопротивление. Мы не только восточное, надо сказать, христианство. Мы христианство, то есть, ну, мы уже монастырь вспоминаем. Да, да, да. То есть, если ты хочешь чистого истинного блага, то не должен ты совершать деяния никакие. Ну, так в этом как раз вот это... А если ты говоришь в любом случае деяние никогда не бывает чистым, а оно всегда есть какое-то намерение индивидуальное, достичь чего-то, добиться чего-то, даже те же революционеры, это не столько вот, ну, они просто хотят, может, частично славы, частично... Нет, я таких исключаю. Нет, нет, нет. А только искренних. Любой, да все искренне хотят. Любой человек, который занимается каким-то делом, он хочет стать генеральным конструктором, издать книжку, стать популярным. То есть, любое действие не бывает чисто. Ну, я согласен с тем, что на самом деле, что проблема здесь, как ни странно, именно в этом, где пассивность и активность. Если мы вот активны, то вот так и получается, что неизбежно мы должны прибегать вот таким вот средством. Так уж устроено. То есть, единственное, остается выбор, оставаться пассивным или активным. Но так как на самом деле, в моем понимании, смысл жизни состоит, чтобы быть активным, то как раз проблема этики возникает. Как быть активными и осуществлять благие цели. Но, тем не менее, что делать со средствами? Вот в чем проблема. Ну, смотрите, мы когда совершаем, по отношению к другому человеку, мне это не пользу, а совершаем добро и зло, тем самым мы его признаем за некий из-за субъектов. Потому что ясно, что вор в законе, по отношению к лоху, лох для него не является субъектом. Для чеченца нормального, другой человек, не чеченец, не является субъектом. Скажем, для господина, раб не является человеком. Ну, это самое сложнее. Точно так же. То есть у тебя есть, ну, например, собака или корову, которую мы съедаем, или что-нибудь еще, она не является теми из-за субъекта. Да, и под нее в отношении к этике нет. Да, в отношении к ней и этике нет. Уберем аренду. Вообще, самое важное, что для представителей разведзвода, вот те самые пленные, они не являются субъектами. Ну, не так и просто. Не субъекты, взятые в плен. Свои взятые в плен. Да нет, ну, там свои же могут быть. Но, на самом деле, нет, это же для них проблема, когда фильм про это снимает, понимаешь? Потому что они-то понимают, что это тоже люди субъекты. Да, тогда это превращается, если они твои знают их в качестве субъекта. Так жизнь это всегда так и превращается. Даже маньяк, понимаешь, он все-таки понимает где-то там, у него же там дома, там, по лавкам куча детей, вот, как мы знаем, да? Он прекрасный семьянин, этот маньяк, поэтому он прекрасно понимает, что это тоже люди. Нет, это когда бывает, понимает, когда не бывает. Поэтому есть специальная методика этого. Опять же, это скатываем все. Давайте, нам нужны проблемы. Дегуманизации. А не то, что бывает. Бывает разное, действительно. Бывает там одно, второе, третье. А как вот, в чем проблема-то состоит? Мне казалось. Мне вот проблема, кажется, что вот в соотношении, здесь очень важно, что, ну, с моей точки зрения, что вот и определение добра и зла надо как-то, видимо, скорректировать либо как-то понять. Вот предлагается понять, например, те способа, что каждый раз средство тоже может быть оценено как добро и зло. Это один способ понимания. А я думаю, что, на самом деле, это не всегда возможно, да? На самом деле. Не говоря о том, что как бы мы не знаем всех последствий. То есть мы совершаем какой-то вред, да? Оно разрастается, и мы не знаем последствий. Может быть, последствия там совершенно катастрофические. Все-таки, если говорить именно о определении том, которое дали добро и зло, если я могу точно так же о конечной цели его определить, так и о промежуточной цели, она точно так же определяется. Вопрос только в том, что как я могу поставить на весы то добро и вот это зло. Можно ли поставить на весы? Вот в чем проблема. То есть каждый шаг, каждый шаг для меня все-таки есть выбор между добром и злом. И поэтому, если каждый шаг добрый, то проблем не возникает. А если я вынужден совершить злое деяние, именно злое, не просто вред кому-то принести, а осознанно, я понимаю, что это злое деяние, и вот тогда становится действительно проблема, которую мы обсуждали. Можно ли на весы поставить? Проблема, что само взвешивание выступает здесь как неэтичный поступок. Да, само взвешивание, да, то есть как бы вред этому, зато пользу ими. Вот можно ли это взвешивать, и как к этому относиться? Я вот предлагаю простое решение, что, так сказать, вот такого рода нравственные вопросы можно решать и рассматривать даже, или с индивидуальной точки зрения, или с точки зрения группы. Тот же самый размер взвод, да, вот это группа, и они решают, вот что вот убить, бить этих двоих, да, случайно, встречных, ни в чем не поминутых людей, да, или вот что перевешивали там, перевешивали там 10 человек, разведчиков, да, а они знают, что вероятность этого в жизни показала очень высока, что их перевешивали. Убил, да, что даже. Так это нет, не все, на этом-то не все. Они потом уже в жизни кучатся. Понимаешь, что поступили правильно, они все равно будут в жизни кучатся. Конечно, конечно. Так это значит, что проблема уже на мае. Это точно так же группа фашистов, которые там планы за это свое имеют. Точно так же идут и уничтожают людей. Я не вижу разницы между вашими разведчиками и группой фашистов. Я имею в виду не фашистов со стороны врагов, а просто в мирной жизни. Какие-то там садисты там собрались, точно так же свое благо преследуют, и точно так же уничтожают. Ваши есть разные картины мира или разные ценности. Разные ценности или разные картины мира, которые охватывают цивилизации, страны или некие группы в социуме. Естественно, борются вот эти картины мира, эти ценности между собой. Они сталкиваются. Все релятивно. Одни говорят плюс, другие говорят минус. Все относительно. Побеждает тот, кто побеждает. Кто победил, тот и прав. Вот есть такое мнение. Но это не этика, понимаете? Это этика за зубное и животное. Кто победил, тот и прав. Наоборот, картина мира существует только в чем-то. У нас есть момент один, не посередине пути, а в начале. Человек может решить, спастись самому. То есть вот я решаю, сделать добро кому-то, кому-то. Вот это насколько могу оцелить, большое или маленькое. И пойти в это. И вообще не идти. И так гарантировать себе спасение. Гарантировать свою абсолютную этичность. И спастись от зла. Даже закон понимает, что недеяние может быть оценившим. Нет, 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 это не разный. Вопрос не в этом. Вопрос, что бывает иногда, альтернатива. Ты можешь в христианском понимании помочь спастись кому-то, погибнув сам. Понимаешь, в чем дело? Ты как бы можешь себя в жертву принести не в плане своего существования, а в плане своей этичности, не знаю, своей души. Нет, я противоположную. Ну, либо наоборот можешь поступить. Нет, ну... Не то, что нужно спасать, когда тонет, я ничего не делаю. А когда я решил, что я буду делать добро. И попал... Как я говорю, рационер, он же решил, что будет делать. И накуролесить по пути сколько угодно. Либо человек решит, я не буду этого делать, потому что добро будет, что я не сделаю никакого зла. То есть является добром ни дела ни зла. Кстати, а я буду плохим полицейским, чтобы все тут смогли быть хорошими и попали в брат. Понимаете? Он не всех убивает, зато его как бы... Я согласен, что ни дела ни зла не является добро. Это как бы ни дела ни зла, это просто вы как бы остаетесь как бы просто в пассивности. Ну, а что... Да давайте оценивать, что лучше, сделать какое-то количество зла или вообще не сделать ничего. Но это похоже на то, что как бы... Что лучше, как бы... Почему настрелив? Понимаете, как бы, вот, например, вы хотите и начать плавать на самом деле. Я потом думаю, там замочусь, замочусь, там потом сушиться туда-сюда. Зачем я буду плавать? И не плаваете. Понимаете? Вопрос всегда так стоит. Хочу заиметь друг. Да, друг иметь плохо, там, кто-то, тот, такие-то, там, или жениться. Понимаете? Любое активное действие всегда нужно найти кучи... Лучше бы я не плавал. Куча таких поводов, чтобы его не делать. Так что, вообще ничего не делать, что ли? Когда, получается, самый этичный человек будет тот, который просто замурует себя и останется. На этом основано схемичество и монашество. Согласна. И восточное... Ну, только вот, если вы понимаете, почему у монахов, да, у монахов, у них вот эта вот... Их главная деятельность, которая там, они молитвы читают Иисусова, называется делание. Понимаете? У них есть дело, вот, просто они по-другому понимают. У них дело, дело-то тоже есть. Поэтому такие вот, которые совсем ничего не делают, ну, нет, ну, может быть, не знаем. Нет, не имеется в виду дело, не что они вообще там, вот, сидят в позе лотоса. Имеется в виду, что... Потом, не стоит забывать, что они, как бы, у них тоже есть эстетические взаимоотношения, и субъектом выступает Бог. Они с Богом... Они никому не хотят сделать добро, вот, ставят, они ставят перед собой цели. Они Богу хотят добро? Нет, но они не с персональной целью. Нет, почему? Это как раз персональные отношения. Нет, ну, я могу говорить о людях. Вот, мы решили, кому-то... Нет, Александр поставил, есть такая позиция, на самом деле, да, что вот, не деяние, как бы, да, лучше, чем деяние, которое принесет, неизвестно, принесет добро, а может, куча вреда принесет, наделаешь там делов, как революцию устроили, да, там, наделали кучу делов, типа, а теперь кому расклёп. Ну, надо просто сказать. Может быть, вообще не надо ничего делать, как-то само по себе утрезать. Положить можно, как бы, тот точку поставить, сказать, что не деяние невозможно, даже не делая ничего, ты что-то делаешь. При этом, при этом, есть варианты такие, что если тебя ставят в ситуацию принятие решения добра и зла, вот конкретно, вот сейчас, не когда-то я путь, а вот, вот, да, я спасу, я спасу. Если нужно подать руку, попадал руку, поднял, поднял, все, вот, вот эти. А когда ты ставишь на будущее, вот, когда есть путь, вот это возникает проблема. То есть реактивно действовать? Активно действовать? Нет, реактивно. Реактивно, да. Реактивно действует, а активно не действует. Только реактивно действует. То есть, когда просит, помогает. Не просит, ничего не shortage. Нет, не обязательно просит. Это же хроник, человек, вот, и не просит ему помогать. Ну, была-то, ведь, реактивно действует. Реактивно действует? это восточная восточная европейским установкам до нашей культуры это на всех его речь это не нашла молитва это тоже день и да это труд молитва понимаешь мы просто считаем что как бы на человек который замкнут каком-то пространстве типа там на необитаемом острове он вне этики находится но можно считать это в таком реактивном смысле что он типа самый лучший есть мудрые ученики которые помогают своим недеянием то есть многие живут в обществе они хотят то есть чем отличаются от обычного человека тем что они не ставят перед собой никакой цели не рада за чего там есть есть нюансы просто сами подумайте что пытаться что-то и если человек не является мудрым еще не просветленный он так думает если у него этой проблемы не возникает у него нет мысли перестал это бывает бывает наверно человек просветляется и все его его нет никаких целей задачи просто он освобождается но это освобожденный человек ну это позиции на самом деле есть так думать возможно если человек находящийся среди людей не набитаем острове это это как бы неправильная позиция силы среди людей и он считает что не делать как бы это меньше и зло чем делать да потому что ввязываешься какие-то обстоятельства и неизбежно как бы так туда и совершаешь зло лучше вообще не обязываются Это все-таки разные вещи. Человек, который считает, что не делать, и человек, который действительно не хочет делать ничего. То есть не имеет внутри потребности никакого порыва, чтобы что-то делать. Не имеет никакой воли. Это разные вещи. Вот если просветленный это последний, то тот, который просто считает, что не надо делать, ничего. У него воля все-таки получается есть. Воля, а не деяние. Это просто выбор пути, типа там дауншифтинг, или просто некая асоциальность. Это не значит, что человек неактивный. Он неактивный в определенном смысле. То есть, ненаправленный в действительности. Он неактивный, не выбиваясь в депутаты, в общественные советы, в этом смысле неактивный. Он ведет нормальную социальную жизнь. Но он считает, что его личное пути блага, вот ему лучше так. Понимаешь? Вот ему лучше так. И уж сна от него не будет. Нет, тут на самом деле состоит какая-то свемяжная правда, что когда мы движемся к какой-то своей цели, мы неизбежно расталкиваем локтями соседей. Ну так получается. Потому что благо всегда мало, а желающих много. И приходится локтями-то работать. И поэтому тот, кто находится в состоянии деяния, он не хочет локтями работать. Но здесь логическая ошибка у тебя. Что ты их не видишь? Почему ты считаешь, что вот расталкивание локтями – это благо? Я не считаю. Я не считаю. Я наоборот имею в виду, что неизбежно. Вот я смотрю на него, который толкается в локтями, и думаю, вот кретин дурак. Он никогда не попадет в благо. Но благо-то мало всегда. Всегда не хватает. Что ты, вот эти моменты считают благо? Нет. Я имею в виду, что всегда так получается. И эти моменты, я считаю, и вообще в любом случае, всегда к то, к чему стремятся, его мало. Иначе бы к нему не стремились. Иначе бы она вот как вода везде была. Но если то, к чему стремятся, вычислимо, то это не благо. Но вода, она везде есть. И тоже не будет за нее драться. Не за киеве, только благочестие идет. А где-то завод или родство там, где ее мало. То есть того, к чему стремятся, а именно это и есть благо, его всегда мало. Нет, стремятся не к благу. Стремятся к должности, положению, к деньгам и все. Стремятся к благу, к того, чего не хватит. Благо на всех хватит. Ну как? Не то, что можно разделить на кусочки. Ладно, мы вспомним, чего там много тысяч лет назад по этому поводу Филипп говорил, о фотоплатон Филиппе. Чего он советовал? Чем руководствоваться на пути к благу? Мы сейчас причисляем истиной, красотой и мерой. Вот три основной категории, но у мордовы стоящих. Я думаю, фашисты, когда свое строили там, это Третий Рыб, они точно так же были этими всеми руководствами. И Платон, я думаю, был главный философ там. Так что вы понимаете, вы каждый раз впадаете, что вспоминайте о фашистах. У вас все ваши определения, и фашисты туда вписываются. Группа фашистов, которая идет, как бы, и уничтожает направо-налево фашистов, это что-то, типа, оскорбление. Это не оскорбление, это просто явная какая-то такая вещь, что, которая... Не, но насчет меры, вот я не знаю, как они с мерой там. И с мерой у них хорошо. Безмерно достаточно. Потому что, по сути, тогда я объяснил свое понимание фашизма, поскольку недавно, в связи с этими событиями, как-то я могу даже абсолютно четко сформулировать, что такое фашизм. Фашизм – это радикально, под каждое слово важно, радикальная форма реализации принципа несправедливости в эпоху модерна. Отсюда вот этой формулой описывается все. Именно радикальная форма реализации принципа несправедливости в эпоху модерна подчеркивается, чтобы там... А почему несправедливость в нем? Почему несправедливость в нем? Да, непонятно. Невозможно несправедливость реализовать, может только справедливость реализовывать. По своему пониманию. Она может для кого-то несправедливость, но реализовать несправедливость нельзя. Я хочу несправедливости. Это для вас, а для них это справедливость? И они считают, что реализуют несправедливость для себя в том числе. Иерархическое общество, деяновления людей по сортам, это несправедливо с другой точки зрения. С фашистской точки зрения. Это правильно. Это и справедливо. Это и есть справедливость. И вот так устроено в мире. Первое, вот Антимарк покажет. Об этом Ницше говорил, что люди неравные. И в мире нет справедливости. Я согласен тут. То же самое, что такое коммунизм. Радикальная форма реализации принципа справедливости. Причем они могут сказать, что в мире нет, а они скажут, что мы все равно реализуем. Почему они в параллель как-то идут? А потому что они радикальны. Так он говорит, и равенство, и не равенство. Берутся на будущее образцы. Коммунисты берут образцы, как бы это футуристы. А фашисты реконструкторы. У них образцы для общества, они берут в прошлое. А вот реконструкторы и футуристы по определению, то есть не по определению, а по сути своей, не могут быть не радикалами. Потому что иначе это просто какие-то скучные пошлипки, ты понимаешь? Они по природе своей вынуждены как-то выпендриваться на чем-то. Фашизм многообразен. Там разные формы были проявления фашистских обществ в Европе, мы знаем. Но вот допустим, ненцы, они на национальном вопросе особенно выпендривались. То есть какой-то радикализм неизбежен в фашистских обществах. Общие это образцы прошлого. Вот что, было как время. О, понимаешь? А для коммунистов, О, это типа по древних, типа древних оливиастов, вот там светлое полущее. То есть это тоже непросто. То есть тот же Маркс, он же именно древнее общество изучал и оттуда выводил свои теории. Но он же занимал коммуна там и прочее. И провел линию в будущее. Да, но он какие-то взаимоотношения, допустим, реанимировал. Нет, но образец, это будущее находится. Образец для симпатии находится в будущем. Точно так же, чтобы закончить эту штуку, я бы скажу, что либерализм, соответственно, это не радикальная форма. Да? Тау-другого. То есть мы знаем, что в каталитических либеральных обществах хочет состреливаться не очень хорошо. Более того, мы знаем, что либерализм и декларирует нестреливость. Либерализм декларирует, что человек вообще собака гнусь. Да? Я плохой человек, декларирует либерализм. Но мы им устроим такую жизнь, чтобы эти плохие люди все же двигались к благу. Потому что рынок, да? Вот они хотят друг друга обдурить, но в рынке они приносят благо. Все равно обмениваются между друг другом продуктами, товарами и прочее. Вот это суд либерализма. Социализм это, естественно, не радикальная форма той же самой реализации справедливости. Вот как-то примерно так. Поэтому я не знаю, как это Платона фашистам подверстать. Ну, по-вашему, он фашист? Нет, нет. Как раз мира и радикальная форма нести. Вы реально думаете, что фашисты, во всех целях, строили именно несправедливое общество, как несправедливое? Да. Иерархическое. Иерархическое что? Да, это несправедливое общество. Иерархическое общество может быть несправедливое. Но считается, ну, как... Ну, здесь по терминологии нужно было искать. Потому что это очень странный подход. Было бы интересно такое. Но он не считается, что это благородительское общество, скажем, справедливое. В момент, когда другие комиссии не будут... Сформулировать правильно. Не они считали несправедливее. С точки зрения благородительства. А это как бы... И раба тоже. Да, но справедливое. Да, конечно. Каждый занимает свое место. Нет, Игорь, здесь нужно говорить не то, как они сами оценивают. А как мы со стороны оцениваем. Вот это радикальное проявление несправедливости. Со стороны. А вот это радикальное проявление справедливости. Не нужно говорить, что они сами думают. Но, с другой стороны, если рабовладелец придет в наше общество и выйдет из станции метро Балтимор, в столичном федеральном уроке в США, он ужаснется, насколько общество несправедливо. Нет, но даже не так. Просто социализм, который говорит, допустим, что вот ты, который очень одарен, очень стараешься, много работаешь, и ты, который не очень. Вы будете равны. Вот он справедлив или нет? Нет, он не равный будет. Каждый будет получать по потребности. Ну хорошо, но можно сказать, если смотреть изнутри этих обществ, то социализм декларирует справедливость. Чтобы справедливо ты будешь получать по труду. Да? А коммунизм-то ведь тоже новая несправедливость. Вы уже только по потребностям получаете, а по способностям отдавать. Это очень странно было бы найти общество, которое декларирует себя изнутри, как несправедливое общество. Все общества декларируют себя как несправедливое общество. Всегда, да. Поэтому, как бы, чем фашизм? Ну, с внешней точки зрения, ты можешь его так описать как-то иначе. Но он себя... Тогда нужно оперировать не этим понятием, несправедливость. Нужно какое-то другое привело. Да, но было бы сложно именно в терминах справедливости и несправедливости. И получая, на мой взгляд, любое фашистское общество воспринимает себя как... Ну, тогда у меня равенство-неравенство остается. Давай, ты же про фашист, Николай. Собираюсь, да. Давайте лучше тогда закончим сейчас это. На сегодня день фашизма, да. Вот так что точно. Да, мы продолжим про фашизму. На сегодня день фашизма, да. На сегодня день фашизма, да.